Кайда Барамес 2 и 3 февраля впервые в Шимкенте фестиваль инновационных идей ЮХАК призовой фонд 2 миллиона тенге ждет вас по адресу улица Желтоксан 9-4 Ассамблея народов Казахстана. В этом году представлены следующие секции IT, контенты, медиа, кино и видео. Предпринимательство ЮХАК является уникальной площадкой для реализации инновационных идей, площадкой для цифрового решения актуальных проблем общества и государства, а также развития креативного молодого поколения. Формат фестиваля – создание и разработка проектов от идеи до прототипа за 24 часа. За это время участники должны разработать и придумать, создать решения для заданий или разработать прототип своего проекта в выбранной секции. Задания выдаются партнерами и организаторами фестиваля. Целевая аудитория – школьники 10-11 классов, студенты университетов и колледжей, специалисты различных сфер, без возрастных ограничений. 2 и 3 февраля улица Желтоксан 9-4 Ассамблея народа Казахстана. Впервые в Шимкенте исполнители хитов «Вечера. Я люблю тебя. Детство. Пять минут», которые уже успели прогреметь на территориях СНГ и за его пределами. 31 марта, 18.00, улица Козелая, 2А. Легкоатлетический манеж. Их композиции отличаются высокой чувственностью, искренностью, мелодичностью исполнения. Под их песни хочется грустить, танцевать, вспоминать, забывать, любить. Также будет презентация нового альбома. Будет яркое шоу. Улица Козелая, 2А. Легкоатлетический манеж. 31 марта, 18.00. В разгар зимы не хватает витаминов. Я вам предлагаю посетить мастер-класс «Фруктовый рай», который вас ждет 3 февраля в 13 часов дня в кафе «Барбарис». Что мы будем делать? Вырезать, обрезать, нарезать, взбивать, мешать, выкладывать, раскладывать, украшать, выпекать. И все это есть. В меню напиток, десерт и обед на основе фруктов. Настроение вам будет поднимать самые веселые герои города Шимкента. «Фруктовый рай». Ждет деток, а возможно и их родители. В воскресенье 3 февраля в 13.00 в кафе «Барбарис» в обновленном парке «Кенбаба». А 3 февраля русский драматический театр приглашает всех жителей нашего города и гостей на сказку «Снежная королева». Режиссер-постановщик Анатолий Петриченко в сказке «Снежная королева» рассказывается о мальчике Кае и девочке Герде, о их невероятных приключениях. Кае увезла в свой замок «Снежная королева». Она поместила в его сердце ледяной осколок. И он стал грубым и черствым. Герта бесстрашно пошла в замок «Снежной королевы». Она нашла Кае, но не таким, как он был прежде. Он стал злым и безразличным. Но она сумела растопить его холодное ледяное сердце своей любовью. Как все это происходило, вы узнаете 3 февраля в 11 часов дня в Русском драматическом театре. А театр кукол и юного зрителя – это одно из самых любимых мест наших маленьких жителей. Спектакли в театре проходят еженедельно, каждое воскресенье в 12 часов дня, что очень удобно не только для детей, но и их родителей. 10 февраля – кукольный спектакль «Теремок» в 12.00, а 24 февраля в 12 часов дня вас ждет кукольный спектакль «Что там за радугой» в Театре кукол и юного зрителя. Ну а 3 февраля в 12 часов дня кулинарная студия «Сливки» приглашает всех на мастер-класс «Будем готовить и есть». Дети научатся готовить запеченные роллы с куриной грудкой, а еще фруктовый салат с вкусной заправкой. Вкуснятина покорит ваши маленькие сердца. 3 февраля в 12 часов дня кулинарная студия «Сливки». Как не заскучать в последний месяц зимы? Точно, ждать интересные кинопремьеры и ничего не пропустить. Снегоуборщик в кино 7 февраля. Примерный семьянин и уважаемый гражданин, размеренная жизнь которого заканчивается, когда наркоторговцы убивают его сына. В поисках справедливости он с ледяным хладнокровием начинает убирать бандитов одного за другим. Смотрим в кино с 7 февраля. Герои столкнулись с невероятной новой угрозой – захватчиками. Лего в кино с 7 февраля. В борьбе за восстановление гармонии во вселенной «Лего», «Люся», «Бэтмен» и их верные друзья отправляются в далекие неизвестные миры, где их ждет борьба, разочарование и радость. Действие фильма происходит после Великой войны в 16 веке. Доктор находит останки женщины-киборга. После починги киборг ничего не помнит, но обнаруживает, что в состоянии пользоваться боевыми приемами киборгов. Начинаются поиски утерянных воспоминаний в кино с 14 февраля. Фильм «Айка. Драма» в кино с 14 февраля. Молодая девушка, приехавшая в холодную Москву на заработки, вынуждена оставить своего новорожденного ребенка в роддоме. Однако вскоре ей предстоит понять, способна ли она смириться с разлукой. Мультфильм «Как приручить дракона 3». Премьера 21 февраля. Когда-то викинги жили в гармонии с драконами. В те времена они делили радость, горе и последние штаны. Казалось, что так будет всегда. Но появление загадочной демной фурии изменило жизнь острова. И теперь икинг и беззубик столкнутся с безжалостным охотником на драконов, жаждующим уничтожить все, что им дорого. До новых встреч! С вами была я, Анна Цурканова, и программа «Хайда Барамыс! Куда пойдем?» Не скучайте! Заходите на наш сайт otirar.kz Смотрите самые свежие и актуальные новости по будням в 18.00 и 19.30. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!